Благодарю, друзья! Я приветствую вас на канале «Слово о любви». Сегодня с вами я, Ольга Реутова. И у нас продолжается разговор об этом удивительном чувстве, об этом удивительном состоянии. Сегодня я задаю вопрос уникальному, удивительному человеку, который уже много лет занимается бизнесом в интернете. Это Авиэль Станкевич. Он член Международной ассоциации профессиональных лайф-коучей, член Американской социологической ассоциации, член Ассоциации русскоговорящих коучей и неоднократно участвовал в телепрограммах канала «Тебе.Н. Россия», посвященных библейской основе личностного роста в качестве эксперта. Авиэль также занимается благотворительной добровольной деятельностью. И, конечно же, я думаю, тема любви ему очень знакома и близка. Поэтому мой вопрос. Авиэль, что для вас? Добрый день. Добрый день, Орга. Спасибо, что пригласили на это интервью. На самом деле, для меня любовь – это то же самое, что была любовь и для моего учителя. Мой учитель – это Иисус Христос и апостолов. И я абсолютно согласен. Там даже нечего добавить. Например, вот в Библии, в первом послании к Коринфянам написано совершенно четко, что любовь, она долготерпит, милозерствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, не покрывает, вернее, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестанет. И я думаю, что вот в данном случае апостол Павел совершенно четко описал, что такое любовь, потому что действительно для меня это именно вот это. Это то, что является долготерпением, то есть если мы общаемся с кем-то, знаете, я даже в свою молодость всегда сталкивался с этими вопросами, когда муж и жене задают вопрос, «Ты меня любишь?» или «Жена, может, ты меня любишь?» «А как ты меня любишь?» «А вот покажи, почему я не чувствую?» «Наверное, меня не любишь» и так далее. То есть вот этого всего в реальном состоянии любви быть не может, потому что любовь, она безусловная, так же как и счастье, его нельзя чем-то обусловить. И для меня вот любовь – это безусловное состояние, когда мы милосердны друг другу, что мы никому не завидуем, действительно, мы вот такие, какие мы есть, и мы любим такие, какие мы есть, и нас любят такими, какими мы есть. В любви нет места гордости, то есть нет места, там, я буду что-то делать, нет, вот это твоя задача, там, ты мусор выноси, или, там, ты, не знаю, посуду мою и так далее. То есть здесь абсолютно четко это все прописано, я считаю, что на самом деле любовь для меня, по крайней мере, это именно то, что написано в Библии. Ну и плюс ко всему, действительно, любовь все покрывает, любовь, она покрывает, что называется, все грехи. То есть, вот, говорит, есть три, да, вера, надежда и любовь, но самое главное из них это любовь, потому что она вечна, Бог есть любовь. Поэтому, да, мы действительно, когда любим, мы всему верим, мы на все надеемся, мы все переносим, потому что любовь это, ну, я, наверное, не буду оригинальным, когда, приведу пример, там, например, жен, солдат и, там, офицеров во время войны. Любовь, она действительно позволяла им ждать, вот эта знаменитая песня «Темная ночь», она, я думаю, тоже достаточно хорошо выражает, что такое на самом деле любовь. Потому что она со временем потеряла свой смысл, к сожалению, это состояние. Сегодня у нас любовь – это не состояние, у нас любовью занимаются, да, там, вот, мужчина, женщина занимаются любовью. Что здесь заниматься любовью, я не понимаю, потому что любовь – это состояние. Люди путают секс и любовь, ну, это, так сказать, издержки времени. Я думаю, что здесь, здесь нет места вот таким вот описанием, как заниматься любовью и так далее. А любовь между людьми, она не обязательно должна быть между мужчиной и женщиной в браке, они могут быть просто любовь к ближнему, та же самая благотворительная деятельность. Она ведь делается не для того, чтобы нам кто-то что-то там сказал, заплатил или что-то кто-то сделал взамен. Благотворительная деятельность, она и называется благотворительная, да, то есть это люди творят благо от собственного сердца, то есть без всякой… заранее зная, что им за это никто ничего не заплатит, и они за это ничего никогда не получат, и вряд ли даже кто-то им скажет спасибо, потому что больше 100 благотворительных деятельностей делается, что называется, втайне. Те, кому мы помогаем, они не всегда знают вообще, кто на что пожертвовал, чьи это вещи, там, чья это еда и так далее. Они просто ее получают и все. И это делается не потому, что мы как бы там от кого-то скрываемся, просто мы не хотим, чтобы человек испытывал какие-то чувства к одному конкретному другому человеку, а испытывал чувства к человечеству вообще. То есть есть люди, которые готовы прийти на помощь. Да, есть добровольцы, которые стоят там, физически стоят с паломниками, там, разливают эту еду, или там разносят старикам зимой в холодные дни, там, скажем, обогреватели, или теплое одеяло, там, и так далее, но они получают свое спасибо, но это их, как бы, призвание. А те, кто вот нанимается организацией всего этого, они всегда остаются в стороне и стараются всегда оставаться в стороне, потому что это есть любовь. Мы тоже не хотим, как бы, вот, конкретно, вот, у этого человека он не симпатичен, я вам помогу, а этот вот не меньше симпатичен, я не помогу. Нет, все это делается для всех, и поэтому любовь, она не только, ну, так говорите, в браке, любовь — это любовь к ближнему своему, потому что, когда Иисуса спросили, в чем заключается вообще закон Божий, он сказал в двух вещах. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всем разумением твоим, и всей душой твоей, и возлюби ближнего своего, как самого себя». То есть любовь начинается, конечно, с самого себя. Если мы любим самого себя, то, естественно, и других мы сможем полюбить не меньше. Ну, а тот уровень любви, который мы проявляем к себе, он проявляется у нас и ко всем ближним. И, опять же, далеко ходить не будем. Библия говорит, что мы получим всегда то, чего мы либо больше всего хотим, либо больше всего боимся. Если люди, например, боятся того, что их там где-то кто-то обманет, где-то кто-то им там, что называется, свинью подложит, то в любви этого быть не может. Если человек действительно любит своего ближнего, он никогда от него ничего такого ждать не будет. Даже если он получит от своего ближнего в ответ, говорят, не хочешь зла, не делай добра, на самом деле я не согласен с этой фразой, хотя очень многими знакомыми так и говорят всегда. Не хочешь зла в ответ, не делай добра. Это неправильно. В этом и заключается жизнь любящего человека, что он будет делать в любом случае добро, потому что другого делать он не может. Так же, как и здесь написано в первом постании Коринфянам, у апостола Петра, что любовь не бесчинствует. То есть она не ищет своего, и она не раздражается. В любом случае, чтобы мы в ответ не получили, мы всегда будем творить добро и всегда будем проявлять свою любовь. Ну вот, пожалуй, как бы так вкратце, то, что любовь для меня. И если есть вопросы, я с удовольствием готов на них ответить. Авея, наверное, здесь сказать действительно больше нечего. И главный вопрос в том, что вы можете пожелать тогда нашим? Пожелать? Вы знаете, я не знаю, кто аудитория нашего сегодняшнего интервью, кто будет ее слушать, но я в равной степени расскажу это и тем, кто уже находится в состоянии любви или еще только пытается как-то испытать на себе, что же такое любовь. Я просто хочу, чтобы вы познали любовь к самому себе в первую очередь. То есть вот такая истина, которую знают все. Не делай другим то, чего ты не хочешь, чтобы делали себе, и наоборот, делай для себя то, что ты хочешь, чтобы другие делали тебе. Когда мы начинаем себя действительно любить, то есть не стоять перед зеркалом и гордиться, ой, какой я классный, я как в том анекдоте, да, я старый, я очень старый, я суперстар, и так далее. Нужно просто себя любить и давать себе какие-то веределы для себя, какие-то вещи, которые мы бы хотели проявить по отношению к другим. Например, перестать сквернословить, к примеру, потому что это, ну, ничего в этом хорошего нет. Перестать ругаться, перестать мстить, перестать выяснять отношения. В первую очередь перестать обижаться, конечно, даже на самого себя. И есть еще масса всяких вещей, которые можно было бы не делать. Но это все сложно на самом деле, потому что это все привычки, они за нас вырабатывались годами, у некоторых даже десятилетиями. И от этого всего избавиться, ну, будем так говорить, не совсем просто, но можно. Нужно просто начать с чего-то небольшого. Я просто предлагаю вам начать с того, чтобы вы не обижались. Просто перестаньте обижаться на себя, на своих знакомых, на своих друзей, на своих любимых, на своих родителей, на своих детей. Просто перестаньте обижаться, потому что обида – это субъективное чувство, когда задета ваша гордость. Гордость в гордости, в эгоизме, в таком вот нездоровом ничего хорошего нет. И если вы находитесь в таком состоянии обиды, вы способны сделать очень много глупостей. И это как бы можете проверить, это не какое-то великое открытие, можете проверить на себе. То же самое, когда человек влюблен, да, без ответа, он тоже делает очень много глупостей. Их нужно всегда убирать золотую середину. Нужно оставаться, так сказать, в светлом уме и при всем при этом не испытывать какие-то негативные чувства. Вот все, что вы испытываете в качестве негативных чувств – обиду, злость, раздражение – старайтесь себя в этот момент остановить и сказать, почему я обижаюсь. То есть что повлекло? То, что человек не оправдал мои ожидания, то при чем тут он не виноват, потому что это мои ожидания, ни его отношения не имеет. Когда вы свыкнетесь с тем, что человек не обязан оправдывать ваши ожидания, вы перестанете обижаться и раздражаться. Ну а дальше все, я думаю, пойдет само собой. Вот это то, что я хотел вам пожелать, пожалуй, самое простое сделать. Благодарю, Авиэль. Я думаю, это здорово, потому что иногда, наверное, нужно чаще вспоминать именно те прописные истины, которые, казалось бы, сейчас пишут разные законы успеха, законы богатства, законы еще разные, книги кто-то пишет новые. А в целом-то, если посмотреть, они все уже прописаны, и изначально, как говорят, в самой главной книге. И важно даже не тратить время на чтение каких-то других законов, потому что есть основной закон, и все, что там, какие интерпретации могут быть, они уже, в принципе, не имеют значения, потому что там уже заложено все основное. И это важно понимать, знать, и, наверное, главное, желать этого, хотеть жить этой жизнью, и тогда в нашей жизни будет многое меняться. Дорогие друзья, я думаю, вам было полезно это напоминание еще раз, и то, что нам сегодня сказал Авелий Станкевич. И я вам напоминаю, что сегодня с нами был удивительный человек, член Международной ассоциации профессиональных лайф-коучей, президент и основатель Академии Сахо-бизнеса, автор методики командного трансформационного коучинга и неоднократно участник телепрограмм, посвященных библейской основе личностного роста в качестве эксперта. Это Авель Станкевич. Я жду вас на следующих страницах канала «Слово о любви» и благодарю вас за то, что вы были с нами.